Режим повышенной готовности в МРЛ продлен до 16 августа. Изменения в соответствующий указ внес в пятницу глава региона Александр Евстифеев. Но ограничения продлеваются с некоторыми послаблениями. В частности, возобновляют работу библиотеки, рестораны и зоопарк. А масочный режим остается обязательным только в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропорту и в других помещениях. Все подробности в сюжете. Итак, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 16 августа. Что это значит? Все массовые мероприятия на территории республики остаются под запретом еще как минимум три недели. Мера эта скорее вынужденная. Несмотря на то, что у нас наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости, среднесуточный показатель темпа прироста COVID-19 не превышает единицу, риск распространения коронавируса среди жителей все еще присутствует. И прежде всего в местах скопления людей. Остается эпидемический риск инфицирования в общественном транспорте, причем от лиц, которые пренебрегают масочным режимом. В анамнезе у многих заболевших перемещение на общественном транспорте без средств индивидуальной защиты. Здесь полагаю местным Минтрансорганам местного управления продолжить контроль за работой автотранспорта и соблюдением всех противоэпидемических мер. Таким образом, масочный режим и социальное дистанцирование во время поездок на общественном транспорте, на вокзалах, в зданиях аэропорта, в магазинах и банках по-прежнему сохраняются на уровне обязательных требований. А вот на улице средства защиты органов дыхания теперь имеют скорее рекомендательный характер. Во многих субъектах именно такая резакция в нашей схожей с нами санитарно-эпидемиологической ситуации такое правило заложено, оно себя оправдало. И поэтому мы тоже идем по пути дальнейшего снижения нагрузки на жителей, на рядовых граждан, на физических лиц и на хозяйствующие субъекты. Но там, где снижение нагрузки невозможно, повторюсь, в общественном транспорте, снижение такой нагрузки не предполагается. Срок пока 16 августа. Между тем, республика постепенно возвращается к привычной жизни. Свою работу возобновляют рестораны, библиотеки, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха. Соблюдение организациями санитарных мер безопасности обязательно, как и ряд других ограничений. Например, в местах общественного питания заполняемость может быть не более половины. В библиотеках предполагается, что на одного посетителя будет отведено не менее 4 квадратных метров. А санаторно-курортным базам в случае открытия необходимо заранее уведомить об этом региональное управление Роспотребнадзора. К слову, по данным санитарных врачей, пока случаев заражения коронавирусом среди жителей республики, посещающих открытые веранды кафе, не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора в адрес предприятий общественного питания открытых летних верандов, стоматологических клиник, были внесены предписания. Был установлен контроль за их выполнением. По данным эпитанализа и анамнеза, на сегодня не зарегистрированы случаи заболеваний среди жителей республики, которые получили стоматологические услуги и услуги общественного питания. Нет случаев и среди персонала данных организаций. Также в регионе заработали уличные аттракционы. Возобновили работу на открытом воздухе и организации, оказывающие услуги проката и аренды товаров для отдыха и спорта. Может принять посетителей и зоопарк. Правда, доступны пока будут лишь открытые вольеры.